Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Анна Давыдовская и сегодня мы поговорим с вами про определение lifetime value в метрике. Что же такое lifetime value или LTV? Это прибыль, которую приносит нам клиент за все время работы с ним. Очень важно следить, чтобы расходы на привлечение клиента не превышали доходы от взаимодействия с этим клиентом. Поэтому-то этот показатель достаточно важный. Давайте разберемся детальнее, что это такое LTV и с чем это едят. Для начала нам надо понять, сколько живет ваш клиент, то есть какой у него клиентский цикл. Давайте посмотрим на это в виде схемы. Вот у нас начало взаимодействия клиента с сайтом, то есть первое посещение сайта. Вот он сделал какую-то покупку, принес некую прибыль. Через месяц он вернулся на сайт опять и опять принес какую-то прибыль, сделал покупку. Прошел еще месяц, клиент вернулся на сайт повторно, опять принес нам прибыль и ушел на этот раз навсегда. То есть он все свои задачи, которые мог решить при помощи вашего сайта, вашего продукта, он решил. Что мы имеем? LTV в этом примере у нас равняется 3 умножить на вот желтый кружочек прибыль на моей схеме за 2 месяца. То есть это его lifetime value. А клиентский цикл в данном случае у нас составляет 2 месяца с периодичностью ежемесячной. То есть получается, что этот клиент прожил на вашем сайте 2 месяца и за эти 2 месяца принес 3 желтых кружочка прибыль. Для чего нам определять LTV? Во-первых, с его помощью мы можем анализировать источник трафика и принимать какие-то меры для оптимизации источника трафика, либо отключать можем источник трафика по итогам вот этого анализа. Также мы можем сегментировать аудиторию и выделять наиболее ценные сегменты. Для чего нам это может понадобиться? На самом деле для большого количества активностей. Это таргетинги, дополнительные продажи, удержание, оптимизация маркетинговых стратегий. Все это нам поможет решить LTV, знание этого показателя. Уже понятно, что LTV надо только растить. Как мы можем это делать? Чтобы это понять, давайте разложим LTV на две основные составляющие. Это доход и время. Соответственно, через что мы можем растить показатель через увеличение дохода, либо через увеличение цикла клиента. Соответственно, это какой-то апсейл, то есть повышение среднего чека. Как мы можем это делать? Какие-то рекомендации, подключать определенному сегменту посетителей, чьей LTV мы хотим увеличивать, какие-то акции предлагать. Либо мы можем увеличивать возвращаемость клиентов. Это можно делать с помощью рассылок, пуш-уведомлений и так далее. Итак, как же нам определить LTV при помощи метрики? Мы будем делать сегментацию. Для того, чтобы ее произвести, сначала надо ответить на вопросы. Какая длина цикла вашего клиента на вашем сайте, в вашем продукте? То есть какова периодичность его взаимодействия с сайтом? Как правило, люди к вам ходят как? Раз в месяц, раз в неделю, раз в 10 дней и так далее. Надо подумать про это и ответить на этот вопрос. И второй момент, который надо заранее определить, это период отсутствия взаимодействия, после которого мы будем считать, что потеряли клиента. То есть сколько ваш клиент должен не посещать ваш сайт, чтобы вы поняли, да, мы его потеряли. Скорбим и помним. Итак, предположим, мы ответили на эти вопросы. В моем примере длина цикла клиента составляет 1 месяц и срок его отсутствия на сайте, который я считаю критичным, около 2-3 месяцев. В главных ролях в этой сегментации у нас получаются пользователи, которые были на сайте больше одного раза. То есть это не какие-то залетные пользователи, которые пришли, ушли, больше не возвращались. В данном контексте их LTV нам оценивать бессмысленно. Мы можем оценить это отдельно. Также эти пользователи, помимо того, что они должны были приходить на сайт более одного раза, должны были совершать какие-то покупки. То есть мы делаем сегментацию на посетителей с количеством покупок больше нуля. И эти пользователи окончательно прекратили взаимодействие с сайтом. То есть я вот в данном случае выбираю дату последнего визита с 1 по 31 января, с учетом того, что сейчас у нас апрель. Также мы делаем сегментацию по источнику трафика, по которому мы хотим оценить LTV. Вы можете такую сегментацию по источнику трафика не делать, если, например, вы хотите оценить LTV вообще по всему объему посетителей на вашем сайте из всех источников. Это только в данном примере. Такая сегментация. Итак, первый отчет, в котором мы можем это применить, это отчет посетителей. В отчете мы увидим данные по каждому посетителю, которые подходят под эти параметры. И мы можем увидеть в столбце общую сумму покупок как раз LTV по каждому клиенту. Это достаточно показательно, но не очень удобно, когда мы хотим увидеть одно общее число, усредненное для всего сегмента клиентов. Итак, мы применили сегментацию, перешли к таблице отчета. Нам поможет здесь любой стандартный отчет. В нем нам потребуется убрать все дефолтные группировки и поставить группировку месяц первого визита. И также понадобится добавить метрику, которая называется доход. Вот мы это сделали. Что мы видим в таблице? Давайте вспомним, кого мы оставляли в данных. Мы оставляли посетителей, пришедших по рекламе, у которых больше одного визита в истории, больше одной покупки и чей последний визит был в январе. То есть мы считаем, что все, это посетители, ушедшие от нас навсегда. Мы можем анализировать как раз их жизненный цикл на сайте. Давайте посмотрим самую многочисленную группу посетителей. 31% практически это посетители со временем жизни 1 месяц. Доход от этих посетителей 138 миллионов 460 тысяч. Прям жирные такие посетители. И давайте посмотрим посетителей со временем жизни 5 месяцев. В нашем отчете это посетители под значением группировки август 2018. Таких посетителей около 6%. И доход от них 45 миллионов 786 тысяч 300. Неплохо тоже. Теперь нам с вами надо посмотреть, какой же показатель LTV для этих групп посетителей. Научиться считать этот показатель. На экране вы видите наши вводные, не буду повторяться. Приступим к расчету. Время жизни 1 месяц посетителей. Их у нас 18800. Доход от этих посетителей 138 миллионов с копейками. Считаем LTV. То есть, считаем отношение дохода от этих посетителей к их количеству. И получается у нас LTV, то есть lifetime value, то есть доход за весь срок жизни посетителя 7364 рубля. И у нас остается вторая группа посетителей, которую мы рассматриваем. Это посетители со временем жизни 5 месяцев. Таких у нас 3600. Доход от них тоже немаленький, хотя и меньше, чем у первой категории. Считаем LTV. Опять делим совокупный доход на количество посетителей. Получаем LTV больше, чем у первой группы. 12 718 рублей. Вот какой у нас получается итог. И тут мы уже, глядя на эти цифры, должны сами решать, что мы хотим делать. Растить, например, срок жизни посетителей, которые стандартно живут 1 месяц. Или растить, например, средний чек у них же. Или все то же самое проделывать с посетителями со сроком жизни 5 месяцев. Зависит от ваших бизнес-целей. Небольшой лайфхак. Когда вы настраиваете сегментацию, вы можете не помнить название сегмента, по которому вы хотите сегментироваться. Вы даже можете наверняка не знать, есть ли такое в метрике или нет. Но, скорее всего, есть. Если что-то вам пришло в голову, значит, это уже придумали в метрике. Вы пользуетесь строкой поиска при настройке сегмента. Пишите там ключевое слово, по которому должен работать сегмент. И система вам показывает, есть ли сегменты, содержащие такое слово в названии. Также сегментироваться можно напрямую из отчета. Вот вы смотрите отчет. Вас заинтересовала группировка перехода из поисковых систем, как в моем примере. Вы хотите сегментировать отчет только по посетителям из этого источника. Вам не обязательно идти в сегментацию снова, а достаточно нажать на значок фильтра рядом с группировкой, и сегмент автоматически настроится сам. На этом наш ролик про lifetime value подошел к концу. Если у вас остались вопросы, вы можете найти на них ответы, перейдя по ссылкам, которые вы видите сейчас на экране. С вами была Анна Давыдовская. Спасибо вам за внимание. Хороших вам конверсий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok